Степан Фёдор Евгеньевич, экспертный центр статистического управления и политики, я её руководитель. Я услышал выступление предыдущего участника, до вас, и я почувствовал, что да, что-то происходит, что-то плохое в стране, была приватизация грабительская, надо с этим что-то делать, а что конкретно делать и как делать, я не услышал. Сложилось впечатление, что мы скоро все умрём, и всё как бы в фазе в такой, когда страна развалится. Но я попытаюсь осмыслить, не уверен, что это у меня идеально получится, но я как бы своё видение предложу. Но по поводу приватизации понятно, что приватизация – это захват активов и собственности, который раньше в коммунистических условиях был в руках государства. Значит, кто был бенефициаром, кто был основным участником приватизационных схем. Понятно, что они были грабительствами, ни у кого сомнений это не вызывает. Ну, первое – это портократия, кто был у власти. Это чуть позже криминал, который сильно в 90-е годы расширил своё влияние. Ну и понятно, что это западный капитал через своих представителей. Ну, мы прекрасно понимаем, что такая легендарная личность Ходорковский – это яркий представитель западных сил, который сам по себе мало что представляет, как бизнесмен и предприниматель или какой-то серьёзный экономический деятель. Но когда есть за спиной западные финансы, конечно, можно играть в большие игры и играть в приватизацию на первом уровне. Значит, если мы исходим из понимания, что западный капитал в полной мере участвовал в нашей приватизации, я, насколько понимаю, и предыдущие ораторы говорили о том, что это наибольшую опасность мы видим именно в этом, наибольшие угрозы в том, что активы, которые Запад сумел прихватить, будут работать против России, они будут либо развалены, либо будут работать в интересах иностранных государств. Если мы говорим о предприятиях, которые занимаются неокром, то есть все секреты будут там на Западе. А если мы говорим о предприятиях, например, аграрного хозяйства, мы все знаем, что сегодня большие международные корпорации, которые там делают молоко, кефирчики и другую продукцию, они скупили землю по всей России и, по сути, сегодня захватили продовольственный рынок. И если бы такой захват произошел руками патриотически ориентированных наших граждан российских, то я бы большого опасности в этом не видел. Но когда я знаю, что там компания работает, допустим, от американских покровителей, что там положат в эти продукты? Мы же знаем, что сегодня на Украине какими пирожками кормят, какой водой поят людей для того, чтобы они как фанатики ходили по улицам. Да, поэтому как основная опасность я вижу в том, что активы попали в руки наших западных, в кавычках, больших друзей. Значит, понятно, что объем финансов у западного олигархата не ограниченный. Они вообще не зарабатывают, они просто его, либо мы можем сказать, печатают, либо нолики там записывают в компьютере. Поэтому в 90-х годах было видно, что мы были как бы ввязаны в Бретфордское соглашение, у нас был ограничен объем денежной массы, значит, были кризисы искусственно сделаны для того, чтобы максимально нейтрализовать активность национальных представителей в процессе приватизации. Вот, все это было. И я могу предположить, я не могу назвать там конкретно, это, наверное, будет неправильно, но я могу предположить, что достаточно много активов попало через подставных фигур в западные руки. И вот это вызывает большую опасность. Понятно, что в основном западный капитал ориентирован на стратегические предприятия, то есть ему неинтересно здесь приватизировать завод мебельный, это просто смешно и несерьезно. А вот приватизировать какое-нибудь предприятие, там, нефтяное, ресурсное, либо связанное с какими-то производственными мощностями, особенно оборонно-промышленного такого свойства, либо то, что я говорил, вот аграрный рынок. И здесь вот мы говорим о том, что создано новое движение по деприватизации, да, по национализации. Я скажу так, что это хорошее начинание, я его, в общем, в целом поддерживаю, но здесь вот хотелось бы, как бы, отметить, что топор, им можно дрова нарубить и дом построить, да, а этим же топором можно дом, как бы, здорово подпортить. Значит, смею предположить, что многие активы попали в руки национальные и в руки, там, патриотических сил. Фамилии называть, ну, допустим, все называлось фамилией Тимченко, допустим, я считаю Тимченко исключительно, там, патриотом, там, нашей Родины. А вот Ходорковского я считаю исключительно, как бы, врагом, потому что контекстно понятно, как он выступает, с кем он, как бы, дружит и где он сегодня там живет. Вот, то, что я слышу от Тимченко, это может быть субъективно, тем не менее, но складывается впечатление, что человек, как бы, искренне болеет за интересы, там, нашей страны. Вот, поэтому национализация, наверное, должна быть, но здесь очень важно именно отыскать те предприятия, которые попали именно в руки иностранных сил, которые, в общем, работают против интересов России. Опять же, здесь подводный камень. Может быть, какая-то французская, например, компания исключительно... Да, ну, буквально, там, 15 секунд. Какая-то французская компания исключительно добросовестна в соглашении, там, с нашими... с нашей властью работает и развивает, например, какое-то производство. Это нельзя рассматривать, что иностранный капитал – это обязательно плохо. Но понятно, что достаточно много предприятий, которые попали в руки, которые сегодня и спонсируют и пятую колонну, и все движения раскольничьи, там, в нашей России. И вот эта вот офшоризация, которая произошла, это, как бы, вот очень важный такой аспект. Наверное, переход из офшоров в российскую юрисдикцию – это тоже решение по национализации. То есть не перехват собственности, а просто завод активов в российскую юрисдикцию. Для того, чтобы платили здесь налоги, и здесь неслась ответственность, были понятны бенефициары и владельцы компаний, которые осуществляют свою экономическую деятельность.